Мюнхенская конференция Мюнхенская конференция Мюнхенская конференция где главными противниками являемся мы, разыгрывая театр будущих действий. Первые в Сирии американские ВВС отбобили колонну, где много было наших сограждан. Мы считаем, и впервые в Киеве принят такой закон, который развязывает нацистам и бандеровцам возможность завтра организовать новую войну на Донбассе. Для всех нас армия является храмом, а бессмертный полк той главной опоры, которая выступила в стране в трудное время, где мертвые и живые объединились для того, чтобы отстаивать нашу правду и свободу. Хочу вам напомнить, что еще Петр Великий после многих сражений пришел к выводу, что надо создать табель о рангах, где было три класса, но самое любопытное, первым классом были военные, потом статские, лишь дальше были придворные. Все 14 чинов военных, начиная с прапорщика, имели право на пожизненное дворянство. Статский только восьмой чин давал. Если внимательно посмотреть на нашу историю, то с 14 века за 500 лет мы провели в боях 330 лет. Наиболее сложное положение сложилось в 1900 году. Царь попросил заключение, оказалось, их 200 лет, только 72 года были мирные. Что касается прошлого столетия, здесь, начиная от поражения в русско-японской мировой войне, гражданке, а затем финской, великой отечественной и 40 лет холодной войны, и снова мы стоим на пороге военных потрясений. В этой связи хотел, чтобы вы вспомнили и оценили два выступления. Сергей Витте, которому поручали подписать мирный договор после поражения в русско-японской войне, написал, что не Россия проиграла эту войну и не русская армия, ее проиграло наше бездарное мальчишеское управление. Тогда внесли предложение ввести начальное образование во всей России, но царь отказал, ввели его в 16-м году, когда продули и Первую мировую войну. Хочу, чтобы вы услышали Сталина, который после того, как вся Европа стала покрываться коричневыми пятнами, собрал здесь, в Москве, самых талантливых и передовых, и выступил со следующим обращением. Слушайтесь его словам. Нас били монгольские ханы, били за отсталость. Нас били турецкие беки, били за отсталость. Нас били японские бароны, били за отсталость. Нас били польско-шведские феодалы и буржуи Англии и Франции, били за отсталость. Мы отстали на 50-100 лет, или мы это пробежим за 10 лет, или нас сомнут. Хочу откровенно вам сказать, у нас сегодня нет 10 лет. У нас положение хуже, чем в 40-м году. Тогда страна была на подъеме, сплоченно. Тогда конвейер становились лучшие военные изделия. Танк Т-34, Катюша БМ-13, Грабинская пушка. Тогда страна была в военно-патриотическом плане полностью отмобилизована. Сегодня нет ни единства, а тот раскол, который вносят, в том числе и выборы, достиг, вообще говоря, ужасающего размера. Мы должны понимать, что после выборов нам придется жить в этой стране, у себя, в родной, любимой. И мы должны все сделать, чтобы сегодня сплотить общество. Если мы не сделаем выводы, каким образом сплачивалась она к 41-му году, мы повторим те же ошибки, только в худшем варианте. Да, гражданская война прошла по сердцу каждого человека и каждой семьи. Но первое, что сделали, попытались примириться с кулаками. Затем примирились с казаками, уже в 35-м году были казачьи подразделения. В 39-м году простили имущие классы. В 45-м после победы разрешили вернуться в страну всем, кто оттуда сбежал, и многие использовали это право. А сегодня у нас ситуация такая, что кроме Белоруссии надежных союзников нет. И когда нас с Олимпиадой поперли, я что-то не видел протестов, в том числе и тех, кто рядом с нами, парламентарии, которые часто ведут с нами переговоры. Нам очень важно взглянуть, а каким образом Дума в последние годы решала эти проблемы. Я лично горжусь, что наша партия, фракция, народный патриотистский союз многое сделал для того, чтобы страна избежала новых катаклизм. Хочу вам напомнить, в октябре 1993-го, когда Ельцин вызвал командира Альфа и приказал расправиться с теми, кто защищал советскую власть, командир промолчал, но выйдя, Зайцев сказал ребятам, мы не каратели, мы слуги государства, без моей команды ни одного патрона. Они стратили три патрона и потеряли одного своего человека, но прикрыли ту бойню, которую готовили для расправы над парламентом, защищавшим советскую конституцию. Я хочу вам напомнить, в март 1996-го года в это здание были введены войска, мне ночью позвонили, в силу того, что я много лет курировал Москву, я знал все командующие гарнизоны, выступал, встречался, они сказали, делай, что хочешь, но будет хуже 1993-го года. Может быть, настало время признаться, что ночью откликнулись те, кто был в больших погонах и на больших должностях, и они Ельцину сказали, что это гражданская война. Только Ярославль голосовал за вас, все остальные голосовали за левые или патриотические силы. Мы не можем допускать, а были готовы три указа, по которым надо было распустить Думу, 400 человек арестовать и ввести чрезвычайное положение. Тогда те, кто проявил волю, сделали огромный шаг к сохранению страны. Я хочу вам напомнить о дефолте. Если бы не Примаков, Маслюков, которые согласились, мы бы сегодня не сидели в этом зале. Казна была пуста, 8 миллиардов долларов, а баррель нефти стоил 12-14. Полумертвую страну оттягивали от края пропасти, здесь собирались вечером, ночью писали, а утром принимали. Никаких протоколов не действовало. Я хочу вам напомнить, что мы здесь спасли 10 атомных городов, которые оказались без копейки по тому финансированию. Они сегодня живы и обеспечивают нашу безопасность. Здесь сидел Соломоном, которого год назад присудили звание героя и заявлял, нет, у нас больше топа или нет. Исчезли заводы, мы с Маслюковым собрали 650 заводов и кооперацию заработала. Здесь Савицкая помогала нас поставить МиГ-31 на поток. МиГ-41 мы должны поддержать, это лучший истребитель в мире. Здесь в нашей фракции решался вопрос, пустить или не пустить американцев на священную Нижегородскую землю. Мы перекрыли все дороги и тяжелая техника американцев тут не появилась. Харитоновым ездили, 10 тысяч человек возили в Крым, когда в Феодосии высадились американцы и выдавили за 5 суток их оттуда. Потом они уже сунулись в следующий раз. Мы сегодня должны спасибо сказать офицерам и нашей армии, и украинской, и командирам, и солдатам, которые 3 года назад, 4 года назад удержались. Все были с оружием, но ни одна пушка не выстрела, потому что они были ответственны перед нашей историей и нашей державой. Мы сегодня помогаем Донбассу. Кашин отправил недавно 70-й конвой. Когда тут заявляли вчера, что это фальшивые конвои, вчера в 15-30 конвой полностью пересек границу. Мы вместе с вами приняли решение. Приняли 4 тысячи детей в прошлом году с Донбасса и два потока уже в этом году отдохнули. Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал и за поддержку детей, которые мы лечим сегодня и оздоравливаем в Артеке и в онкоцентре. В целом, Сирия показала, что мы можем сражаться вместе и решать проблемы. Юная армия сегодня возрастает под крылом патриотического движения. Но поздравляю вас с большой датой. Хочу сказать, что это скорее не поздравление, а напутствие. Мы должны проявить волю и достойно встретить и 100-летие Красной Армии и все сделать, чтобы единство армии народа было постоянным. Успехов!